Чтобы избежать отрицательных эффектов избалованности, необходимо понять, что такое избалованность, как она воздействует на детей, пока они ищут дети, и потом, когда они становятся взрослыми. Начнём с ключевых вопросов. Что такое избалованность? Почему избалованность детей является причиной их страданий во взрослой жизни? Как не избаловать детей? Что делать вместо этого? Если меня самого в детстве избаловали, как не передать эти привычки своим детям и как преодолеть последствия избалованности в себе? Наша книга основана на данных 10 исследовательских проектов по избалованности, в которых приняли участие свыше 3530 человек. Эти исследования показали, что такое избалованность, каковы её эффекты, кто её практикует и почему. Более того, исследования обнаружили прочную связь между избалованностью в детстве и отсутствием важных жизненных навыков и, наоборот, наличием нездоровых привычек и воззрений во взрослой жизни. Взрослые, избалованные в детстве, дали нам следующее описание избалованности. Что это такое избалованность детей? Баловать детей значит давать им слишком много приятных, на первый взгляд, вещей слишком рано и продолжать это делать слишком долго. Это означает дарить им вещи или переживания, не подходящие для их возраста, интересов или талантов. Это процесс дарения детям того, что призвано удовлетворять потребности взрослого, а не ребёнка. Избалованность — это непропорционально большие затраты на одного или нескольких детей. Баловать значит делать что-то или иметь что-то в таком избытке, что это активно вредит человеку, по крайней мере, мешает ему развиваться и не даёт в полной мере реализовать свой потенциал, поскольку изобилие ведёт к тому, что дети испытывают неудовлетворённость. Избалованность — это форма детской запущенности, она тормозит детей, не давая им решать нужные для их возраста развивающие задачи и усваивать необходимые жизненные уроки. Избалованность и благие намерения. Балуя себя и других время от времени, мы привносим в жизнь яркие краски, радость и удовольствие. Однако, когда тоже баловство становится привычным, результат получается совершенно иной. Эта привычка к изобилию и называется избалованностью. Многие из нас самыми добрыми намерениями старались окружить кого-нибудь изобилием и впоследствии обнаруживали, что мы его избаловали. Мы понимаем, что избаловали человека, потому что вместо слов радости и благодарности слышим от него нытьё или всевозрастающие требования. Положительное намерение ведёт к отрицательному результату избалованности. А вот что сообщили нам люди, отвечая на вопросы в ходе исследований по избалованности. Избалованность воспитывается тремя способами — перекармливание, чрезмерная опека и попустительство. Детям нравится, когда их периодически балуют, но постоянная вседозволенность может заставить страдать и их самих, и окружающих. Избалованные дети часто становятся излишне требовательными и неблагодарными. Дети, которых избаловали занятиями музыкой, спортом, танцами и так далее, возможно, обретают превосходные исполнительские навыки, но им может не хватать повседневных жизненных навыков. Люди, которых избаловали в детстве, став взрослыми, страдают, попадая в ситуации, в которых их раздутое чувство права, возмущает других и обнаруживает отсутствие таких навыков, которые другие люди воспринимают как должные. Молодые родители чаще балуют детей, чем родители старшего возраста. Избалованность не обязательно ограничивается рамками детства. Порой взрослые хронически балуют других взрослых или сами себя. Избалованность детей может стать причиной их страданий во взрослой жизни. Избалованность может стать причиной страданий во взрослой жизни. Эти страдания часто результат стыда из-за неумения делать то, что вроде бы умеют делать все остальные, неловкости, вызываемой раздражением и возмущением других, привычного расчета на то, что ты всегда будешь оставаться в центре внимания, а другие будут нести ответственность за тебя, стресса, а вызванного непониманием, что значит хватит, пищи, одежды, денег, работы, игры и так далее.